Всем привет, с вами Артём, мы продолжаем играть в Эликс 2. Так, нам по заданию надо, этот, транквилизаторами что-то там побаловаться. Плюс надо посмотреть, что у меня по очкам. Мне 7 очков, вау, щет. О, кстати, привет. Чё у тебя есть? Может у неё зельки появились? Зельки, так, шмотки. Ну, шмотки, фуфло, даже не смотрим, зелек нет, этого нет. По боеприпасам, 210, 216, 700, 200, копий, 0. Вот копия мы купим, окей. Гранаты, ну окей, всё. Да, займёмся пока этим. Проблема в чём? У нас не выставлено, да? У нас не выставлено гранатомёт 216, да? Гранатомёт 215 даже. Он стреляет чисто гранатами, и он нам нафиг, в принципе-то, и не нужен. Так, нам надо вот сюда. Но сначала давайте пообщаемся с этим малым. Научи меня чему-нибудь. Так, чё у нас осталось? А, он меня не может вот этому научить. Хорошо, давай вот это. Возьмём меньше по параметрам. Во что? Вот сюда нам не хватает тупо хитрости. В кузню вкачивать. Стойкости силы только нужна. Но я смотрю, стойкости у нас не хватит, чтобы прокачаться, да? Угу, не хватит. Так, ладно, тогда давай. Ну, ни сюда, ни сюда нас не могут отправить. Потому что полтинника у нас нету. Больше хп. Без понятия. Так, сопротивление увеличить на 20. Нет, увеличить сопротивление на негативное состояние. Этому у нас хитрости не хватает. Так, ну у меня, в принципе-то, осталось, получается, в отмычке вкачаться тут и вот это. Так что давайте-ка в броню пойдём. Посмотрим, сколько там надо стойкости. Не хватает, естественно. Давайте возьмём хпшечку. Чё нам надо? Очки обучения. Ага, стойкости снова не хватает. На это всё у нас так. Так, если вы путешествуете на девиночку, у вас улучшаются боевые характеристики. Ммм, да не, пока не надо. А, всё, остальные 4 мы потратим на джетпак. Если время будет. Так, лом берём обязательно. Это что? Это болты. А, нам нужны стрелы. Всё, так, стоп, подожди. Всё, больше ничего не надо. Ммм, тут много торгашей. Пойдём наверх сейчас даже зайдём. Мда. Покажи, что у тебя есть. Вот так вот бегать, искать всякий хлам. Давай заберём лом у него. Лом нужен. Опа. Какого хрена? Ксандр. А, это ушлёпина эта вонючая. Ладно, окей. Это изгой. Он нам не нужен. Так, у нас тут ещё учитель есть. Что у тебя есть? Давай смотри. Ха-ха, охрененно, штаны появились. Так, еда нет, зелени нет. Чё у нас по продаже? Вот это вот всякий хлам. Вот это, вот это. Это нам не надо всё. По винтовкам давайте смотреть. Я уже не... Ну, дробаш типа вот. Два дробаша до 205 разгоним. Я так понимаю, вот в этот. Этот. 128. Ммм. 5 гранатомётов минус. 128. Тут 137. 128, естественно, не нужен. Дробаши пока что оставим, надеясь на авось. Тут вообще 197. Арбалетные... Арбалеты вряд ли у нас сейчас прям сыграют такую роль. Поэтому мы их продаём. Ну, я сомневаюсь сильно, что они сейчас нам прям зайдут. Тут есть ещё вероятность, но всё равно такая себе. Тут 171. Тут... А, этот... Угу, я понял тебя. Тогда это оставляем. Тут у нас пока неплохие такие качества. Ну, урон неплохой. Это что у нас? Абы припасли пулевика. Ясно. Так, это мы оставляем. Штаны мы сбагрим, естественно. Так. Руды у нас, конечно же, не хватает. Этого у нас всего достаточно. Этого достаточно. Ну и давайте сбагрим весь хлам. Мы, конечно, можем ещё сейчас прокачаться. Там что-то у кого-то со стола, кажется, падает. Мы, конечно, можем прокачаться сейчас, посмотреть в надежде на ось, но пока нет смысла в этом. Да, шкуру можем дороже продавать, но тоже пока нет сильного смысла. Взгляни на это. Что это такое? По идее, должен быть транквилизатор. Вот только он не действует. Может, я и сумею разобраться. Так что? 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 Бабло где? Осколочки, денежки. Угу. А если ты хочешь, чтобы я этим занялся, мне придётся всю другую работу отложить. Угу. Согласись, за такое положено возражение. Он же нам должен. Сколько? Удиви меня красивой круглой циферкой. Так, сейчас у меня нет столько эликса, осколки. Ну, давай, дайте дадим сто... Вот, возьми. Сотку. Я за такую сумму пальцем не пошевелю. Поройся в карманах получше. Угу. Ну, давай тогда две сотни. Этого должно быть достаточно. Ну, кое-как хватит. Кое-как. Ни хрена себе, это мерзкий. Это займёт какое-то время. Я закончу анализ завтра, к этому времени. Угу. Иди, займись чем-нибудь в городе. Шлюху травы, что я не знаю. Я должен сосредоточиться. А это, между прочим, непросто. Хорошо, братан. Давайте. Шлюха. А, кстати, а вот и она. Здрасте. У меня нет на тебя времени. У меня на тебя тоже. Ты себе не представляешь даже, насколько ты права. Давай спать до полуночи. И спать до следующего вечера. Ну, всё, типа, мы отспались. Если что... Твою мать. Да, глюны. Ни у одной из крупных группировок нет действенного плана борьбы с пришельцами. Придётся нам самим что-то придумать. О, привет. Так, ну чё? Я как раз закончил анализ. Ну, прекрасно-то как. Ну и что не так с транквилизатором? Как духи, я бы его использовать не стал. И уж точно не советую пить. У меня язык распух на два часа. Ты придурок? Мне не это интересно. Я хочу знать, почему он не действует. Ой, ебил. Понятия не имею. Я оплатил не за такой ответ. Эй, послушай. Ты мне заплатил, чтобы я проанализировал эту дрянь. Я так и сделал. А если я тебя ударю? Результатов я не обещал. Тут в округе ты никого не найдёшь, кто разбирается в этом лучше меня. Но если тебе нужен настоящий эксперт, ищи его в другом месте. Давай осколки обратно. Персерком обратить. У них и знания, и оборудование. А у меня только ржавые горшки. Вот, забирай свои варево. А мои осколки? Да ладно. Тебя не устроил результат. Но это же не значит, что я не напрягался. Я всю ночь работал. Знаешь, как дорого стоят мои услуги? Ладно, живи, псина. Так, ну, блин, надо было идти к берсеркам и не выпендриваться. У нас есть ещё 4 очка. Может быть, сейчас посмотрим, что там по учителям. И выберем кого-нибудь себе. Из этих ребятишек. О, зараза. Снова чуть всё не забыл. Если я не придумаю, что с этим делать, будет плохо. Да, согласен. Так, надеемся на... Ты мог когда-нибудь себе представить, что дурацкий городок изгояешь, после не превратиться вот в это? Да, мог себе представить. Так, у тебя вообще ничего нету. Нужны зелья. Нужны зелья, нужны ресурсы, нужен эликс. Нужно всё, что можно. Но у нас пока нет ничего. Давайте-ка сходим вот этой куче торговцев. Тут их много. Ого, блин, как мне радует ракетный ранец. Может, что-нибудь у них ещё есть. Хорошего. Так, ну это фуфлобронька. Еда, которая мне не нужна. Ну да, к еде можно вообще не подходить. Там бесполезняк. Воровать зелье уже неоткуда. Так что да. О, стрелы, кстати. У меня стрел нету. Давай купим. Так, арбалет. Ну, 171 не надо, спасибо. Ясно. У тебя тоже ценного ни черта нету. Так, нам ещё надо с пацаном переговорить. Вон с тем. Так, что у тебя есть? Покажи мне свои товары. Так, у тебя кроме лома больше ни черта нет. Луки фиговые. Арбалет повреждённый. Ну и всё, и больше ничего нету. Тут такие торговцы. О! Ничего, такая жена. Рыженькая. Ну, не сказал бы это. Чё? У тебя пацан. А, это девочка. Ты помнишь, да? Я тебе о нём рассказывал. Просто поздоровайся, Тамара. Он наш друг. Ну, Тамара. Я машинку пытался ещё упрямить. Моя дочь иногда ужасно упрямится. Она, к сожалению, не слишком много людей видит. Правоверы не должны были про неё пронюхать. Поэтому мы прятали её дома. Она скоро привыкнет к большому миру. Что ж, давай что ли к делу? Давай. Если тебе что-то... Окей, так, откуда ты... Так, неожиданно тебя здесь встретишь. Не ожидал тебя здесь встретить. Да, не ожидал, конечно же. Я думал, что... А что там ещё оставалось-то? Что-то они в другом месте прячутся. И как смотрят на это берсерки? Ну, они смягчились, увидев, что я с семьёй. Даже Хлоя теперь ведёт себя совсем по-другому. Помогает нам всячески держаться на плаву. Вау. Насоветовала, что тут лучше продаётся. Интересно. В пещере мне и близко так помогать не стали бы. Это уж точно. Не в морганской-то натуре. Ну, это понятно. Но эта жизнь теперь в прошлом. Пусть там и остаётся. Так. Моя семья в безопасности. Давай уже поторгуем, братан. Это сущность единственная важная вещь. Давай поторгуем. Что ты мне можешь предложить? А, да. 335 наш. Да, броня, короче. Я так понимаю, чтобы мне получить топ-броню, надо очень конкретно-таки постараться. Так. Я рад, что всё нормально. Я рад, что вы добрались сюда. Блин, шапка то исчезает, то и появляется. Ну, типа, сделали бы нормально уже. Трофига. Марик. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. Так, пацан, давай перетрем. Да, я вижу, что вы хотите поговорить, но я сейчас занят. Да, я... Понятно. Пацана не убедить. Пустой сундук. Тут были одни игрушки. Как задание его выполнить? Без понятия, если честно. Так. Там вон кто-то идёт. От берсерков парнишка. Сейчас зазырим. Ну, броня, да. Броня, всё. Зелий нету. Немного лома. И всё. Ну, такое себе. Ладно, погнали, давайте. Если тебе понадобится что-то ещё, приходи прямо ко мне. Погнали, да, сразу. Полётами. Ага. А, это этот, дедулька с транспоризаторами. У него даже стырить тут нечего. А, кстати. Да. А, это не алхимический стол? Алхимический вон там, рядом с ним. Научи меня чему-нибудь. Давай. Чему ты меня можешь научить? Ты можешь научить меня вот этому. У меня нет стойкости. Тут у меня нету стойкости. И понятно. Так. Ваши зелья из стали эффективны 25%. Можно, кстати, взять. А, не. Я на джетпак трачу. Ты мог бы помочь мне разобраться, что это? У меня мало времени. Но твоё зелье возбуждает любопытство. Хм. Немного мутное. Скажи-ка, как ты его использовал? Я дал его изгою, но он ничего не обнаружил. Ты рехнулся? Нельзя давать зелье таким идиотам. Хм. Может быть, я смогу спасти какую-то часть. Где ты это достал? Ну, это должен был быть транквилизатор, но он не работает. Должно было быть. Нам важны только факты. По моим оценкам, мне понадобится полдня, чтобы как следует всё понять. Что ты за это хочешь? Ничего. Ты должен обязательно понимать состав. Я не хочу, чтобы ты по ошибке кого-то убил. Возвращайся через пару часов. У меня будут какие-то результаты. Обязательно вернёмся, но мы сейчас кое-куда сходим. А кое-куда это вот сюда. На маяк. Зачем? Там есть кое-что интересное. Во-первых, из самого интересного. Это, конечно же, сундук. Так. Нет, джетпак это огонь. Кстати, твари не переспауниваются. Опа! Кажется, что звук прибоя успокаивает. А звук лесного тролля тебя успокаивает? О, он даже не докидывает. Погоди, дай я посмотрю. А, у меня ещё вот эта есть штука. Давай посмотрим, как она работает. Там два тролля. Неплохо. Минус один. Слушай, эта штука неплохая. Опа! Чё? Тут тропак? А, нет. А потом? Неплохая штука. Не, вы чё? Это огонь штука. Блин, слушайте, огонь штука-то реально. Ты вообще крутая штука-то. Это рапторы. Мёртвый рап. Да, тут кто-то плод пытался сделать, уплыть. Иди сюда. Иди, лети сюда. Мне просто лень за тобой быть. Мне реально лень за ним куда-то лететь. Плюс нам надо вон к тому дереву, там этот. Сундучок, да. Я его в тот раз взломать не смог. Ну вот, мне не повезло. Давайте сейчас попробуем, может. Сейчас получится. Замок вроде простой. Серьёзно? Я в тот раз столько жёстко с ним тупил. Ну ладно, тут даже такого цены от ничего. Получим дневник в песке. Ну-ка, чё за дневник в песке? Я очень жёстко с ним тупил в тот раз. Прям очень жёстко. Да, это обычный жилет. Но мы... Ой, я чё, и даже это пропустил? Как я вообще тут бегал? Я не знаю. Ну, огров тут не было, это 100%. Потому что, ну, этих ребят трудно не заметить. А мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы вон сюда добраться. Так, какого-то хрена здесь очень много огров. Так, у меня дробаш есть. Иди сюда. Какого-то хрена здесь много огров стало. Дробаш прикольный. Тем более 705 патронов. Так, эту тварь мы убили. Эту тоже. О, паучок. Блин, ну один выстрел, один труп. Да, я вон туда хочу сходить, потому что я без понятия, чё там находится. И вдруг там чё-то интересное. О, спаунится во всё. Ну, этими можно и топором сразиться. Зачем патрон тратить? Все четыре опыта. А, это уже мёртвый. Всё, я понял. А вон там очень много радиации. Во! Телохранители Логана. Не знаю, кто такой Логан. Так. Поставим на всякий. Это типа, видите, тут всё можно только украсть. И поэтому я типа, ну, это все телохранители Логана. И поэтому я немножечко напрягся. Это тоже телохранитель Логана. Там вон сейф есть. Да не ты, мать-пери-мать. А ты ещё знал, что ещё увижу твоё гнусное рыло. Ты хочешь с нами сразиться, что ли? Логан. Вижу ты крепко держишь своих людей в кулаке. В твоих устах это почти оскорбление. Особенно если учесть всё, что мы пережили. Правда. Не припомню, чтобы мы дружно махали кирками в забое. Зато прекрасно помню, как ты помыкал мной, когда ещё был герцогом Тавара. Да, я начинаю подозревать, что ты приложил руку к моему свержению, козлина. Ой, зря ты так. Керня, ты отлично знаешь, что я ни при чём. Берсерки ворвались в форт и выгнали тебя из города. Меня там и рядом не было. Правда? Тогда ладно. Но ты всё равно самый подлый козлина в мире. Думаешь, ты весь из себя такой умник и силач? Это не на пользу здоровью. Ты чё, он выпилился? Сделай себе подарок. Исчезни, пока я не разозлился, а? Опа. Что ты вообще делаешь на побережье? Что я делаю? Не твоё собачье дело. Припёрся на мою территорию, меня же допрашиваешь? Нет уж. Самозванных умников не жалуем. И как ты собираешься защищаться от захватчиков? Лиловых уродов? Разберусь, как всегда и делал со всякими новенькими в игре. Придумаю, когда столкнусь с ними лично. Пока они мне на хвост не наступили, я не буду лезть в бутылку. Это ведь ты у нас любитель масштабных авантюр. Может, тогда и разберёшься с ними? Вот, если честно, слухи о твоём бое с гибридом просто выдумка. Как по мне. Больше того, я не верю, что после битвы за Ксакор в Ледяном дворце все сложили оружие, как миленькие. Да мне плевать, чему ты веришь, Логан. Но полезно знать, что от тебя, в случае чего, помощи ждать не стоит. Вот и поговорили. А теперь будь любезен, проваливай. Пока я не передумал и не спустил с тебя шкуру живьём. А, серьёзно? Угу, ясно. Что там было украсть? А, нож. Непонятно, что за челики и что им от меня надо. Тут есть сейф закрытый, который можно украсть. Это всё телохранители Логана. И тут, ну, то есть тут вообще ни черта нет. Ну, там дальше, если туда влево идти, то там будет просто очень много радиации и всё. Ага. Ну, тут даже зелий ценных нет. Типа, ну, биться с ними смысла тоже абсолютно никакого нет. Да. Так, чё у нас тогда остаётся? Тут мы везде гуляли. Тут мы везде гуляли. Вот сюда мы никак не заберёмся. Если только через этот завод. Каким-то макаром. Вообще, я хочу вот до дамбы прогуляться. То есть вот сюда и каким-то макаром вот сюда залезть и пройтись вот по этим местам. Но сомневаюсь, что мне кто-то даст это сделать. То есть по журналу заданий у нас остаётся анализ. Оружие, но это ещё не скоро. Ценность морканов потом вот этим займёмся. Ну, ладно, погнали. К нашим ребятам. Да, сейчас там у торгашей походим, посмотрим. Может, что-нибудь ценно надыбаем. Вот, и пойдём уже тогда отсюда дальше. Крыса мне вряд ли что-то предложит хорошее. Ну, а чё может предложить мне? Так, это Берсерк, Берсерк. Это даже не торгаши. Так, там мы уже у всех всё обворовали. А что могли, как мне помнится, да? Это... А, подожди, это Хала. Хочешь научиться драться? Тебе не сюда. Блин, я лучше хорный. Я обучаю только Берсерков. Почему так грубо? А почему так грубо? По куче причин. Если хочешь понять, мне придётся объяснить тебе в подробностях. Не, не хочу. Я из Голя это. Магия там обычное дело. Но здесь мне пришлось начать всё с нуля. Хоть у некоторых людей и есть какой-то опыт с Эликсом, я не могу на него рассчитывать. Они просто стимы из него варили. Хорошо, что мы запретили это делать. Дело в том, что для магии тебе нужна мана. Но людей, которые понимают, как её использовать, у нас не густо. Поэтому у меня каждый день тонны работы и мало времени на неё. Так что буду счастлива, если ты опять отсюда свалишь. Короче, нет, мы под конец уже. Может, выйдет чистая серия. Мы будем вступать к... Ну, я наберу очков. Сколько там нам надо. По способностям. К примеру, ну, на тех же берсерков. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 очка. У альбов... Ну, хотя, ладно, мы можем тут некоторые же, да, по одному очку изучить. Да, тут требования... Требования... Стоп, подожди. Требования по одному очку. Да, 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 да. Ну, это ничего сложного. То есть мы изучим по одному очку требования. Так, давай сюда. И тут все, да, ну, все нормально. То есть одну очку нужно требований. То есть, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять очков мне надо сюда. Скорее всего, десять. Альбы, да. Десять мне надо... Десять мне надо вот сюда. Ну, не десять даже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Надо очков всего лишь сюда. Вот, естественно, будет с альбами. Вот, Морканов я изучать не хочу. У них тут все это... Ну, что тут в броню идет? Все остальное это геморрой. По поводу изгоев я не буду изучать их от слова совсем. Потому что он мне даст тупый рецепт стимов. Которые мне нахрен не нужны. Что это даст? Изучение рецепта стима. И что он дает? Пятьдесят меньше опыта, пока находится по десять. Что, вы получаете на пятьдесят меньше опыта, пока действует рецепт? Курьер? А нахрена он мне? Что это за прикол этого стима? Что он дает? Просто меньше опыта буду получать? У клириков всего два скилла. Да? И что они дают сопротивляемости? Он дает плюс шестьдесят. Последний шанс. Так, если противник... А, ну да, это... Ну, короче, выжить можно при смертельном уроне. Ну, такое себе, короче. Здорово, клоун. Я хочу у тебя кое-чему научиться, пока мы не начали. Бабла у тебя не научусь, к сожалению. Опыт мне не нужен. Это вообще смысла вкачивать нету. А эти пока мне не нужны. Что у тебя на продажу есть? Посмотрим. Может, он сейчас накинет меня. Болты. Болтов много, стрел мало. Берем стрелы обязательно. Так. Ну, нет. Так. О, да! Просто. Сколько у меня? Шесть и десять. Мне этих хватит на безбедную старость. Три шестьсот минус. Мне тебе даже продать нечего, правильно? Ну, вот. Костюмчик можем сбагрить, в принципе. Ловкость сбагрим. В принципе, тоже не нужна. Это все мы оставляем, оставляем, оставляем. Блин, сердца. По две сотни. Я продаю их по тысяче, а мне по две сотни. Вот это вот все можем сбагрить. Да, сейчас мы потихонечку сбагрим. Ну, вот уже какие-то бабки мы отбили. Так. И вот тут торгашник. Покажи, что у тебя есть. Блин, Эликса 32, вообще огонь. Так, тоже стрелы берем. Стрел мало, много не бывает. Тем более, они нам нужны хорошенько. Все, супер. Стол. Ну, этот стол нам, кстати, что у нас по поводу стола и... Ага. Четыре, вот, давай соединим. Прекрасно. У меня два таких. То есть мне нужно еще... О, нет, это не скоро мы получим. Так, тут торгашами больше не пахнет. Пойдемте по заданию тогда. Кстати, с тобой можно что-нибудь еще поговорить? Нельзя. Так, ты можешь мне что-то сказать? Ты тоже занят. Ну, бесполезные куски мяса. Так, тут у нас кто сидит? А, тут торгашка. Может, она сейчас с нами... А, нет, это вот эта торгашка. Так, что она нам скажет хорошего? Нам и арбалет продали. Да, помню было дело. Нет, ничего, серьезно? Ну, блин, ну как так-то? Столько на тебя надежд было, если честно. Так, сохраняемся. Получается, у нас что? У нас четыре очка, которые мы втратим. Ну, мы уже знаем куда. У нас эликса темного и такого много. Мы сейчас себе наклепаем зелик. Когда этот пердун старый отойдет от своей лаборатории, мы этим займемся. Насчет транквилизатора. Не торопи меня. Скорость не мой конек. Нет еще, что ли? Пожалуйста, имей терпение. Что, серьезно? Давай поспим тогда. Я сохранюсь, потому что... Ну, знаете, как это бывает? Ты ложишься спать, а тебе потом виновным во всех бедах. Блин, пока брони нету, ни нательной, ни шапки. Кто знает. Ну? Насчет транквилизатора. Я же утро, да? Что ж, я закончил анализ состава. Кстати, сейчас кузницу еще с бегом. Я просто не буду, сколько можешь спали. Твое зелье, что угодно, но не успокоительное. И что же это? Ну, этот состав слабо действует на людей. Только язык не имеет и с потенцией проблемы выходит. Ха-ха-ха-ха! Прикольно! Я нашел четкие следы грибных спор. Если точнее, спор пещерных грибов. В этом регионе они почти не встречаются, так что мне крайне интересно, где ты добыл этот состав. В Каракисе. Ха-ха! Так он значит морганский. Угу. Этим тупицам противопоказано баловаться алхимией. Алхим, ведь. Но вернемся к моим результатам. Так, давай, что ты хочешь сказать? Для гуманоидных существ оно действует просто великолепно. Особенно в сочетании с упомянутыми мной спорами. Так. Оно вызывает серьезное повышение давления и удар по центральной нервной системе. И? В результате имеем огромный выплеск агрессии. О-о-о, это как-то не... Разумеется, это всего лишь грубая прикидка, но я надеюсь, тебе ее достаточно для понимания. Угу. Да, спасибо за инфу. Да, спасибо за информацию. Все для блага науки. Только, прошу тебя, не говори никому, что я не взял с тебя денег. Ну, понятно, да. В противном случае, каждый авантюрист в округе захочет прийти полечиться за мой счет. Вот, забери свое зелье. Если кто-нибудь обнаружит эти помои среди моих склянок, моя репутация сильно пошатнется. Тот, кто сварил эту гадость, понятия не имел, что почти добился своей цели. Просто не нужно было добавлять споры. Угу. А теперь мне нужно вернуться к работе. Да, все. Ой, спасибо. Выполнили. Так, еще можем 10 зельей сделать на очки характеристик, либо же сделать 2 на очки обучения. Что, кстати, на очки обучения мы и сделаем. Нам еще надо много обучиться. Так, дальше мы во что вкачивались? Мы вкачивались в хитрость. Очень сильно. Так, тут все, да? Тут гагашечка. Тут вот у нас самогонка. Но мана нам не нужна. Мы не будем ее вязать. Опыт. Ну, типа нет. Давай лучше характеристики очки сделаем. Все, спасибо. Пойдем отсюда. Это там он. Учится у него всему, чему только можно. Так, где там зелья наше? Да. Хитрость, хитрость, очки обучения, очки обучения, очки характеристик. Я совершенно не хотел ничего этого знать. Да? Ну и молодец. Так, что у нас получается? Нам надо морканам сдать задание? Да, обязательно. Вот. И надо, получается, искать... А, блин, давайте сейчас не это сделаем. Мы сейчас джетпак прокачаем. Как раз ачивочку получим. Плюс сможем летать нормально. Да, совсем забыл про джетпак. Ачивочку за перемещение я уже получил. Там надо было просто полетать очень много раз. Так, вот только джетпак вроде на первом этаже у нас делается. Дольше мы летать не сможем, но маневрировать сможем. Так, надо еще с этой... Ой, там еще задание от всяких людишек дофига от наших. Надо на какой-то караван напасть. Надо еще куда-то сбегать. Так, стоп, подожди. Джетпак вроде вот здесь идет. Да. Давай вот это берем. Ачивочка. А где? А, во, все. Свободен словно птица. Так, погоди. Может я что-то путаю? Давай посмотрим. Не знаю, почему это не помечается. Ладно, поехали к Морканам. Потом зайдем уже... Получается, надо еще с нашими пообщаться немножко. По поводу роботов, фигоботов и всего остального. О, они почему-то не работают, эти хрени. Не знаю почему. И как они вообще должны работать. Но летает он, конечно, резко. А, все, мы прилетели. Диана. Сохраняемся на всякий. А, ты уже вернулся? Да. Ну как? Удалось выяснить, что не так с транквилизатором? Хм. Хорошая, кстати. Вот, сучья война. Выходит, зелье бесполезно. Не обязательно. Насколько я понял, если ты уберешь из ингредиентов пещерные грибы, оно сработает. Я подумаю об этом. Ты дура? Ну, а теперь, когда мы с этим разобрались, найди Атилу. Клетки снова заполнены. Он захочет открыть арену и продолжить эту войну. Ариона? Давай. Очевидно, у людей раньше было много серьезных технологий. У меня полно дел. Позже поговорим. Превать. Короче, да, супер. Атила. Атила-варвар. Да, у тебя тут не пломаха. А вон арбалетик какой-то лежит. Атила-варвар. Венья просто превзошла сама себя. Да. Твари на редкость. Злобные, подлые, голодные. Ты как можно злее сделать? Дай знать, когда решишься на поедит. Я? Я хочу, да, на арену. Отлично. Ты, смотрю, в бой рвешься, прям как я в молодости. Конечно, дедуль. Но в любом бою есть правило. Так. Я выбираю тварь, с которой ты будешь драться. Это понятно. Бой начинается, я закрываю у тебя за спиной ворота. Выйти ты сможешь, только если дернешь за рычаг рядом с воротами. Ага. Рычаг? Да. Как только ты его дернешь, мы тут же остановим бой. Зачем? Ворота мы откроем так быстро, насколько сможем. И выпустим тебя, если только твари до тебя первыми не доберутся. Нет, конечно. Сосредоточься на поединке и не трогай рычаг, пока всех не перебьешь. Всех? Если сбежишь до того, как прикончишь всех тварей, проиграешь с позором. Так. Вопросы есть? Ставки. Я все понял, объясни мне. Ты зачем? Я все понял. Хорошо. Тогда к первому испытанию ты готов. Готов? Дай знак, и я выпущу зверей. Я хочу у тебя кое-чему научиться, пока мы не ушли. Так, вот. Все. Мы закрываем. Полностью. Да. Вот ачивочка. Ас. Тут у нас нечем учиться. Тут еще можем поучиться. Увлечить вашу выносливость. Давайте в выносливость прокачиваться. Ну, вот это вот мы теперь выживание. Хотя лучше во взлом. Тут осталось раз, два, по пять хитрости надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть всего поинтов, и мы прокачаем ремесло. А потом в выживание уже пойдем. Так, секундочку. Ну, что ж, давайте-ка смахнемся с теми тварями, что они к нам подготовили. После каждой твоей победы я буду новый бой делать сложнее. Да, 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 да. Не бойся обидеть зверушек. Тебя они точно беречь не будут. Хорошо. Давай. С кем я буду сражаться? С кем же? Скоро увидишь. Готовься. Я выведу тебя на арену. Хорошо. Раз. Слушайте, это опыт идет, деньги и все остальное. Так, и что дальше? Давай в журнал зайдем. Может, я что-нибудь? Ну, мы всех убили. Ты молодец. А, все, я понял. Вот, держи. Надеюсь, эти пожитки тебе послужат лучше, чем прежнему владельцу. Какой че? Спасибо. Наследство падшего. Понравилось мне на тебя смотреть. Я думал, будет сильнее, кстати. Прямо как в старые добрые времена. У меня бы так не вышло. Сейчас уж точно. Давай дальше. Не прибедняйся. Нет, куда мне? Старость, не радость. Ну да, моразм и оргазм. Только осталось теперь смотреть, как другие жизнью рискуют. Возвращайся, когда будет... Да, окном испытания. Я пока тут все подготовлю. Так, иди сюда. Куда? Я хочу еще бой. Но я уже сказал тебе, что к новому бою мы пока не готовы. Почему? Приходи еще. Рано или поздно... Я тебе сам... То есть даже не так? Обломись. Не могу. Старый стал, какой из меня боец. Облом. Я думал, мы сможем заселить. Дрался с тварями, что водились у нас в воздуховодах. Достойные противники попадались. Но верили нет, я всю жизнь тут провел. Ни разу снаружи не был. Это правда, что там воздух свежее? Да, братан. Так, небось, и помру, не узнаю. Теперь-то, когда наверху эти твари шуруют. Что мне следует знать о Морканах? Я тебе расскажу о нашем народе, а ты слушай, пока не надоест. Я тут старше всех. Все, надоело. Много чего знаю. Давненько мы тут живем. На поверхность вот только-только начали выбираться. Впустили снаружи свет, и тут же начались раздоры. Раздоры? Да эти, вербовщики, придумали себе новые правила. Никогда у нас такого не было. Правоверы защищают наши устои, а вербовщики хотят все взять да поменять. Равак, свидетель, иногда неразумные вещи говорят. Но уж больные мне и мёртся. Пожалуй, хватит об этом. Надеюсь? Да, я хочу начать бой на арене. Но я... Я же сказал, что боя не будет, жди. Окей, пойдем тогда. Мы все выполнили, да, по карте, получается. Да, у нас есть еще одни очки. Он нас обучить уже тому, что мне надо, не нужно. Равака ушла к Раваку. Вот, поэтому... Тут какой-то учитель есть. Что? Походу, он не здесь. Ладно, погнали, Раваку. Раваку, Раваку. Все. За кем вы побежали? Ну, ладно, окей. Так, использовать. У нас есть что-нибудь хорошее? Вино мы не тратим на это. На это тем более. Сто процентное зелье тоже не тратим. Опять. Здрасте. А ты псина сутулая. Где это вы под Халим бегающий? А, это они побежали, наверное, мочить деваху-то. Но ее же уже замочили. Эй, придурочный, иди сюда. Куда он побежал? Сохраниться хочу. Что происходит? Стой, придурок! Я выполнил задание Тенгиза. Идиот кусок. Хорошо. Твоя награда готова. Так, 200 слов. Мы себе все ноги оттоптали. Это должно существенно лучше оплачиваться. Что ж, полагаю, я могу дать вам немного больше. В конце концов, вы нам оказали огромную услугу. Спасибо. 350. В любом случае, Тенгиз, похоже, вами доволен. Да. Если ты заручишься еще и доверием Зарины, Хан снова будет говорить с тобой. Уже заручился. Я заручился доверием Зарины. Правда? Это достижение. На Зарину нелегко произвести впечатление. Возьми это в знак признательности. Великолепно. Так, я хочу поговорить с Ханом. Я хочу поговорить с Ханом. Правда? Что ж. Что ж. Так. Все верно. Тенгиз доволен твоей работой. Рад это слышать. Скорее всего, нам предложат присоединиться. Возьми Зарины тебе доверяют. Это многое тебе говорит. Этого довольна. Иди к Хану. Он человек немногословный, но для тебя найдет слова. Я прикончу эту тварию. На, прикончишь. Как-то вот так у нас на районе дела делают. Нет, еще пока что. Все, теперь идем к Хану. Даже вода. Гадость. Сохраняемся. Хан, здорово, брат. Ты завоевал доверие Тенгиза из Арины. В награду я отвечу на два вопроса. Выбирай с умом. По поводу моих двух вопросов. Так, что такое равновесие неинтересно. Кто такой Раавак неинтересно. Есть ли морканы, которые не верят в Раавака? Нет у меня никаких вопросов. Давай вот это. А есть морканы, которые не верят в Раавака? Ну, не знаю зачем. Раавака был и другой бог. Крейтон. Но теперь это имя означает только конфликт. Раскол, который едва не погубил морканов. Лучше забудь, что я его упомянул. Хорошо. Это первый вопрос. Есть ли другой? Что такое равновесие? Что такое равновесие? Ну, кто про бога, я не хочу знать, где так нравится. Равновесие это система, которая позволяет нам выжить. Когда мы были здесь заперты, это была жизненно важная система. Например, возьмем питание. Всегда должно хватать еды для тех, кто должен есть. Одним человеком больше и не хватит еды. Одним человеком меньше и не хватит рабочих рук. Равновесие – точный аппарат, который нельзя сбивать с хода. Но с тех пор, как ворота открылись, поддерживать его стало труднее. Ты задал свои два вопроса. Да. Но я с тобой еще не закончил. У меня есть для тебя задание. Исполни его так, чтобы я остался доволен, и я дарую тебе великую честь. Вступить к ним. В любом случае, ты заслужил место. Да, 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 да. Ну, я так и понял. Хватит разговоров. Мне нужно вернуться к своим обязанностям. Ты слышал великого хана. Все остальное тебе объясню я. Хан сказал, что для меня есть задание. В чем оно заключается? Похоже, хан видит в тебе большое будущее. Долго, очень долго он искал. Быть может, поиск его завершился. Но ты должен пройти испытание, прежде чем хан удостоит тебя этой великой чести. О какой чести идет речь? Если хан сочтет тебя достойным, все откроется. А что за испытание? Хан хочет увидеть, что ты на самом деле принял ценности Морганов. Ты должен помочь Владу в работе. Он ждет. Иди к нему, когда будешь готов. Я уже был у Влада. Вот как? Ничего себе. Да. Так почему он не здесь? Он сказал... Мне все равно, что он сказал. Приведи его сюда. Великий хан хочет услышать его мнение о тебе. Скоро станет ясно, разделяешь ли ты наши ценности. Главное, случайно не вступить к Морганам. Вот и все. Решение хана. Ну слушай, я испытание на арене, меня порадовало. Серьезно, он там? Я даже угадал. О, кстати, у шлепок. А, нет, это Таратибор. Это не тот у шлепок. Прясти. Что ты сказал Зарине? Не команду, не в казарме. Ты почему не предупредил, что выполняешь ее поручение? Покажи мне, как стать... Угу. То есть у него вот это и вот это. Но не, мы вот сюда идем. Поэтому давай. Меня прислал голос Хана. Но этого стоило ожидать. И что ему от меня надо? Тебе велено отчитаться Хану о результате испытаний. А, понял. Ну, я все равно собирался к нему. Они выставили его из города. Уже не заставят их работать до полного изнеможения. Да, не беспокойтесь. Пойдем. Ну, он догонит нас сам. Так, куда нам дальше? А. Че-то тут народу много. Собралось. Пахнет звездюлями. Вот твой дурак. Здорово. Знаешь, зачем я тебя вызвал? Да. Ты хочешь узнать, прошел ли чужак мое испытание? Достоин ли он дела, которое ты собрался ему поручить? Да. Ты. Клаком Орканов. Сперва я притворился, что собираюсь вынести что-то из пещеры контрабандой. Ему на это было плевать. Я думал, он пригрозит сдать меня или хотя бы спросит, а законно ли это затея. Но он нифига не сделал. Вау. В общем, я не впечатлен. А, и это еще не все. Снаружи мы наткнулись на дезертира, Илгура. Чужак не стал вмешиваться. Позволил мне покарать его по нашим морканским законам. Я прям офигел. В хорошем смысле этого слова. Испытание было подобрано верно, но мне интересно твое мнение. Сможет ли он выполнить мое поручение? Ну, учитывая все факторы, нет, не думаю. Вот ты пес. Я понимаю, что тебя привлекает в нем, но рекомендовать его не стану. Если он хочет убедить нас, что уважает путь морканов, Может, небольшое подношение поправит дело. Вау. Спасибо за совет, Влад. Вот ты псина. Ну ладно. Благословит тебя, Рава. И тебя, мудрейший. Все верно. Влад высказался против тебя. Ну и клаем на него. Великий хан горько разочарован. И на него я клау. Если хочешь показать, что действительно чтишь наш образ жизни, Ты должен загладить свою вину. Как мне проявить тебя? Как Влад уже предложил великому хану, Даром Орканом будет довольна. Если не можешь выразить свое почтение иначе, Только такой путь остается открытым. Я хочу выразить свое почтение. Ааа, что ты принес? На. Я предлагаю этот дар в знак своего почтения. Ты чё, осколок? Сумма впечатляет. Ну так ёпта. Видно, что твое почтение к нам. Я стал всего лишь 35 тысяч. Ха-ха. Чего вы объяснение тому, что ты предлагаешь столько? Хан хочет с тобой говорить. Да ё-моё, хоть жрать уже. Твой голос послал меня к тебе. Я доказал уважение к вашей культуре. Я принимаю решение своего голоса. Быть может, я нашел человека, достойного моего задания. Что, 50 ролей убить? Прежде чем мы выйдем? У тебя есть вопросы? Ааа. Ты говорил о задании? Что оно подразумевает? Интересно мы успеем его выполнить побыру. Терпение, дитя. Ужас же Скотта. Если у тебя больше нет вопросов, я отведу тебя в собор Раавака. И всё объяснится. Не бочка ли это крови? У меня больше нет вопросов. У меня больше нет вопросов. Тогда у меня для тебя есть последнее задание. Скоро ты узнаешь, в чём оно заключается. Следуй за мной в собор Раавака. Окей, пойдём. А голос твой остаётся? Ссыкло. Червяки, вы все грязные чер... Жди тут. В чём дело? Мне нужно поговорить со Смиром. Потом продолжим. А, нас не пропускали туда. Асмир? Да, господин. Я иду в собор Раавака. А, время пришло? Пришло. Интуиция подсказывает, что я нашёл его. Меня в жертву ходят, не смею вас задерживать. Надеюсь, не заставят болить всех морков. Своё безупречное небытие. Да благослови ты тебя, Раавак, друг мой. Я сохранил специально тут, чтобы это на всякий. Продолжим. Я... Никаких вопросов. Идём молчу. Почему? Прошу тебя, помолчи. Я должен приготовиться к тому, что будет. Терпение. Ещё несколько уровней, и мы придём. Вау, там слева что-то есть. А, давайте сохранюсь. Вау, прикольно. Это вообще шикарно выглядит. Блинский. Блинский блин. Стоп, подожди. Тут хоть кто-то есть? Кроме курицы. Нету. Давайте тут поворуем немножечко. Там сейфик открытый стоит. Ну, точнее, как он открыт? Он закрыт. Такая возможность, да? Чё бы не поворовать. Так, давай смотреть. 1, 2, 0, 3. 1 подошёл. 4, 0, 8, 7, 0. Окей. Серьёзно? 9. Готово. Ой, Эликс. Эликс, это хорошо. Я не знаю, что здесь, но, типа, пока тут никого нету. Мы можем активно заняться. Тихо, 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 тихо. Там сидит кто-то. Точнее, спит. Вода мне не нужна. Охранник. Не вышло. Я понял. Вот и всё. Вау. Ну, пока один хлам сплошной. Так. Давайте сохранимся, потому что я сейчас пойду в это место. Я понял. Туда лучше так просто не ссываться. Там яд, кажется. Так, я вижу залежу. Что это такое? А, мне показалось. Тихо, тихо, тихо. Давай, залежу заберём. Хотя бы что-то. Я думаю, что будет что-то эпичное здесь. Ну, как минимум, я на это надеюсь. Не просто же так мы сейчас будем фигнёй там страдать, да? Ну, поэтому нам надо бы обязательно воровать тут всё. Потому что мы можем либо сюда не вернуться, либо ещё что похуже произойдёт. Ещё один сейф, например, найдём, да? Для взлома. 4, 2. 8 подошло. 0, 2, 8, 9. 9, 8, 3, 7, 8, 9. Нет, стоп. Подожди. 8, 9, 7, 3, 7. Нет, стоп. 6. Нет. 9? Да ё-моё, блин. Что ты делаешь? 7, 3. 8, 9. Окей. 6, 3. Давай 6, 3. Да, вот такой пароличек. Да хлам один попадается пока что. Какого чёрта древние себе там думали? Вода мне не нужна в таких количествах. Не вопи. Ты меня напрягаешь. Очень много золотых кубков. Тарелки, сейфы. Очень много сейфов. Я удивлюсь, если пароль будет 7, 8, 9, 6. 7 подошло. 9, 3, 8. Ха-ха-ха. Готово. Да, и хлам один собираем. Но обворовывать охранника я не буду по причине того, что... Затея вообще тупая. Так, сохранимся. Ну то, что у охранника ни черта нету. Это типа мы наверх поднялись, да? То есть ещё вот здесь есть этаж. Давай посмотрим, что вот здесь есть. Там вон морканские таблички вовсю пляшет. Так, тут никого нету. Ящиков вроде много, но ценность этих ящиков прямо отвратительная. Ну то есть, как бы... Прямо очень отвратительно. И сейфы есть, и всё, но... Ресурсы в сейфах тоже говно. Полное. Туалетную бумагу я воровать не буду, она мне не уперлась. Может быть что-нибудь ценное, я бы своровал ещё. Короче, понятно, воровать тут нечего из ценного. Давай вот сюда сбегаем, быстренько. Вау. Морк рассидит. А, это кровавый этот. Ёп твою за ногу, вот это же... Это кровь, всё. Это пыточная, кровавая бочка или баня, как они там назвали её. Эти себя пытают, придурки, понятно. Это какие-то насосы, которые кровь качают. А это всё кровь. Сохранимся и пообщаемся с ним. Охренеть. Я здесь не за этим. А зачем? Хочешь изучить искусство боли? О, нет. Возможно. А о чём речь вообще? Только пришлый мог бы задать такой нелепый вопрос. Это вот способность. Тот, кто понимает боль и властвует над кровью, обладает истинной силой. Такой чести не удостаивают чужаков. Истязатели, вы... Я понял. Всё, окей. Ладно, погнали тогда по заданиям. Это надо морканом стать, чтобы получить эту хрень. Ладно, окей. Будем сохраняться почаще. Чувак из ниоткуда появился сейчас. Блин, я чувствую боль какую-то ужасную там впереди. Может быть... Ну, у нас... У нас нормально всё с боеприпасами и с патронами и со всем остальным. Сейчас, секундочку, Хан. А, тут просто два входа. Всё, окей. Да, морканы, конечно, на голову отбитые. Ой, тут пьедестальчик какой-то. Там кто-то стоит. И тут снова эта статуя. Это Бахадур. Поговори с ним. Он всё объяснит. Мои речи окончены. Я буду ждать твоего решения. Думаю, оно будет мудрым. Я не буду присоединяться к морканам. Секундочку, Бахадур. Ну, статуйка прикольная. Вообще, да даже шикарно тут всё выглядит. Погоди, он встал на колено. Он у них не главный. О, папа. Я вижу, ты с Ханом. Да, я вижу, ты Бахадур. Ну, видимо, была веская причина поручить это дело чужаку. Пусть я и нахожу его решение странным. Но прежде чем мы начнём ответить. Хочешь ли ты к нам присоединиться? Стремишься ли ты стать защитником небытия? Поклоняться на вам? Нет, я не хочу к вам присоединяться, ребят. Не, спасибо. Об этом стоит поразмышлять. Об этом стоит поразмыслить. Очевидно, Хан считает тебя достойным преемником. Я так и понял, что меня преемник. Я понимаю твои колебания. Давай пока сосредоточимся на том, зачем ты явился в собор Раавака. Хан объяснил, зачем ты здесь? Нет. Нет, ни словом не обмолвился. Да, он не многословен. Тогда, полагаю, это я должен сообщить тебе благую вес. Не, я сейчас сам угадаю, капитан начальность. Хан избрал тебя, чтобы ты лишил его жизни. Я так и думал. Да без проблем. Да без проблем. Когда? Твоя готовность меня радует. Я понимаю, почему Хан избрал тебя. Когда будешь готов, скажи мне, и начнется бой. Да, начнется бой с Ханом. Хорошо, я принял решение. Нет. Да, я лишу Хана жизни. Уродие разрушений сильно повышен. Я сделаю все необходимые приготовления. Кай нейтрально к вам относится. Уверь, ты даруешь Хану достойную смерть. Я не стану облегчать тебе задачу. Да, конечно. Погоди. Ты что, будешь сопротивляться? Конечно. Достойной может быть только смерть в бою. Согласен. Ну да. Такое и не должно мне нравиться. Ты готов? Я, так, сперва, конец, нет. Да, я готов. Да, я готов. Давай драться. Ну, она чуть меньше. Благодарю. Абсолютно не в восторге. Да признает тебя Равак. Да пребудет с тобой, Равак. 3000 опыта дали. И с тобой. Иди сюда. Оу, тихо-тихо-тихо-тихо. Вперед. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я не умираю? Я бессмертный? Как ты относишься к дробовикам? Я казнил Хана. Я получил топ-буловушку? А, ну выродился в объятиях. Поврежденный шипобой. Признаюсь. У меня были сомнения. Но ты доказал, что ты умел. Но когда ты достал дробовик. Возможно, Хан был прав, когда выбрал тебя своим палачом. Да, конечно. И шо теперь? И шо теперь? Шо случится? Знак признательности. Я готов исполнить одну твою просьбу. Ооо. Чего ты хочешь? Если это в моих словах, я сонсь я. Так, давай подумаем, че я хочу. Насчет моей просьбы. Так, я хочу поздниться к Морканам. Нет. От осколки нет. Отправить Хана к Раваку было честью для меня. Мне не нужны... А, да я хочу осколки. А, давайте. Отправить Хана к Раваку было честью для меня. Я не хочу присоединяться к Морканам, как я уже говорил. Какая абсолютная восторга. Настойный воин. А, значит, что ты? Я надеюсь, этот опыт станет для тебя важной. Злая рыжая баба. В жизни нам пути. Правда, я думал, что ты займешь место Хана в наших рядах. А, не, спасибо. А, не, спасибо. Я не хочу присоединяться. Что ж, это... Дам. Нет, я бы не сказала. Ты просто ни хрена не понимаешь, женщина. Твое место на кухне. Стойкость. Бьем зельку. Броня фуфло. Ничего ценного нету. Получили дубинку какую-то. На 204 всего? О, какое говно. И таких надо еще 3 или сколько, 2, чтобы получить 251, когда у нас 282. Так, способности. У нас джетпак вкачан. Это нам все не надо. У нас ремесло. Что нам не хватает для ремесла? Не хватает хитрости. Давай хитрость вкачаем. И в стойкость. Угу. Все. Теперь мы можем вкачать вот это, вот это, вот это и вот это. Этим мы и займемся буквально за мгновенье-це. Давай посмотрим по журнала... А, по способностям, кто у нас по отмычкам на карте. Ну, вот у нас есть там главарь отмычечной армии. Просто есть вероятность, что мне сейчас дадут задание. А кто из вас? Ты, что ли? А я нашел тебе еще один молот. А, не, погоди. Я сделаю у меня ремонт. Покажи мне, что у тебя есть. Что у него есть? Посмотрим. Стрелы 300 штук. Давай берем. Пригодится. Ну, какие шапочки прикольные. 30 брони, 18 брони. Ага. Полная хрень. Зелье полная хрень. Это не надо. Это возьмем. Да, давай. Это полная хрень. Так. Ну, продавать пока ничего... Стоп. Продавать пока ничего не будем. Покажи... Так. Покажи мне, что ты умеешь. Думаю, ты... Думаю, ты понять не сможешь. Я смогу понять, братан. Все. Отмычки не ломаются. Теперь карманные кражи и кузня осталось. Я нашел еще один молот для тебя. Отличненько. Будет запасной. Спасибо. Покажи мне, что ты умеешь. Покажи мне, что у тебя есть. Так. Сделать у себя ремонт. Фух. Обстановку клириков. Обстановку альбов. Обстановку морканов. Изгоев или берсерков. Я за клириков. Ладно. Так. Все. Пойдем посмотрим. Я уже вижу, да? Так. Вот такая обстановочка клириков у нас есть. Слушай, ну, карта идет отвратительно. А, это пушки просто, да? Слушай, ну, мне нравится, если честно. Такая прикольная обстанова. Всякие тут компьютеры, мониторчики. Ну, как надо, короче, все сделано. Кровать, правда, отвратительная. Двойная. Да, и вот тут, короче, всякие ништячки есть. Загадка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кусков не хватает. Охренеть, не встать. Восемь кусков. Ладно, окей. Так. Ну что ж, давайте смотреть по журналу заданий. На что мы дальше? Текста нет. Оружие испытания Алиты. Это кто у нас такая? А что она от нас хочет? Алита. Да не Алита. Я сделал все, Венни, все, что мог. Теперь надо... А, надо поговорить с Алитой. Супер. Ну ладно, давайте мы займемся этим уже в следующей серии. На этом мы будем с вами заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока. Пока. Пока.